Уважаемые коллеги, у вас в руках вот всех вот такие пульты. Соответственно, давайте попробуем ответить на первый вопрос. НИИ онкология имени Николая Николаевича Петрова в 2017 году отмечает свой юбилей. 90-летие, 100-летие или же 110-летие. Пожалуйста, голосуйте, у вас 10 секунд. 1, 2 или 3, просто нажать на А, Б или С. То есть это вот первая, вторая, третья клавиши. Так, проголосовало 22 человека. Кто-кто внимательно слушал и кто следит. Конечно, в этом году наш институт в марте этого года отметил свое 90-летие. Тожественно, мы будем отмечать его на белых ночах. Так, следующий вопрос. 14 декабря 2016 года Николая Николаевича Петрова исполнилось бы 140 лет, 120 лет или 100 лет. Опять-таки, на тот, кто внимательно слушал доклад. Ну, опять-таки, все все знают. И действительно, 14 декабря... Ну, не все 83% знают. Да, но 14 декабря... Я думала, те, кто просто замешкал, 14 декабря прошлого года Николая Николаевича Петрова исполнилось бы 140 лет. Да, исполнилось. И приступим к нашему клиническому случаю. Мы освоили наши пульты. И пациентка в менопаузе. В 2009 году ей проводилось комбинированное лечение по поводу второй Б-стадии, включающей секторальную резекцию. По поводу гормоночувствительного рака молочной железы, гистологический и иммуногистохимический. Это инвазивно-специфицированный рак второй степени злокачественности с метастазами в двух акселярных лимфатических узлах. Рецепторы эстрогенных 8 баллов, прогестерона 8 баллов, HER2 негативных и 67-20%. Больной далее была проведена одевантная терапия, лучевая терапия. 5 лет пациентка получала одевантную гормонотерапию тамксифеном. И в апреле 2016 года были выявлены клинически незначимые метастазы с умеренным, ну тут даже умеренный болевой синдром, который не требовал назначения ненаркотических анальгетиков. Было выявлено 2 очага в верхней доле левого лёгкого и 1 очаг в печени. Прошло... Подвздошной кости. Да, и Q1 метастаз в подвздошной кости с умеренным болевым синдромом. Прошло, соответственно, 15 месяцев после отмены гормонотерапии... Наследная не кончается. Нет, смотрите. 5 лет пациентка получала гормонотерапию тамксифеном, и через 15 месяцев у пациентки возникли отдалённые метастазы. Висцерального криза у пациентки нет. И мы выбираем тактику. Либо это будет химиотерапия, либо это будет гормонотерапия. Клинически значимых симптомов у пациентки нет. Запускаем голосование. Пожалуйста. Первая, значит... Химиотерапия, вторая – гормонотерапия. Нет, понятно. Номера-то А или Б. Первая. Первая – это химиотерапия, вторая – гормонотерапия. Номера надо написать. Гормонотерапия. Большинство выбрало бы гормонотерапию. Доказательством, прежде всего, является то, что если мы назначим бесклинически значимых симптомов, что гормонотерапия, что химиотерапия, продолжительность жизни у пациентки будет одна и та же. При этом, если нет клинически значимых симптомов, то появление явления, связанных с химиотерапией, значимо ухудшает качество жизни, но никак не повлияет на ее продолжительность. Отсутствие висцерального криза, опять-таки, является основанием для назначения гормонотерапии. Теперь мы рассмотрим те препараты, которые можно было бы назначить в первой линии гормонопозитивного рака молочной железы. Соответственно, опять-таки, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 опций. Первое и второе – это антиэстрогены, тамоксифен или же фулвистрант. 3, 4 – это ингибиторы ароматазы, либо ингибиторы ароматазы в комбинации с палбоциклибом. 5 – это ингибиторы ароматазы с фулвистрантом. И 6 – это фулвистрант с палбоциклибом. Запускаем голосование. 10 минут. Секунд. Секунд. Интересно. Да, ну, очень интересные результаты. Действительно, большинство аудитории назначило бы, большинство врачей, сидящих здесь, онкологов, назначило бы ингибиторы ароматазы. Это практически 68%. Из них половина, большая часть назначила бы ингибиторы ароматазы. Вторую – допустила возможность комбинации ингибиторов ароматазы с палбоциклибом. Здесь мы действительно рассматриваем ту идеальную ситуацию, в которой мы могли бы лечить эту пациентку. И это подтверждается, во-первых, теми клиническими рекомендациями АСКО, где на первый план выходит назначение антиэстрогенов. И поскольку мы должны, и сейчас это отмечено и на АСКО, особенно говорилось об этом 2 или 3 года, самое эффективное лечение, особенно больным раком молочной железы, мы должны назначать в самом-самом начале. Поскольку это является профилактикой резистентности. Но представьте, этот бушующий поток, эту реку, и мы ставим плотину. Чем сильнее эта плотина, тем дольше будет период до того времени, когда эта плотина будет разрушена. Следовательно, дольше будет период до прогрессирования. Конечно, мы эту плотину соберем, построим новую. Сколько таких это будет плотина в жизни этой пациентки, зависит, насколько эффективное лечение проводилось в начале. Поэтому пациентка, если мы назначим самое эффективное лечение, но потом оставим, до этого потом пациентка не доживет. И отмечено, что в среднем пациентке больные раком молочной железы метастатической формы, к сожалению, получают не более, доживают до третьей линии. Потому что, опять-таки, мы назначаем в начале не те самые оптимальные опции, которые бы значимо контролировали бы. И симптомы заболеваний могли бы повлиять на продолжительность жизни. И, опять-таки, в рекомендациях РОМ показано, что предпочтительная опция назначения данной категории больных могла бы послужить назначению полбокциклиба с назначением фулвестранта внутримышечно. Это дает пациентке увеличение выживаемости без прогрессирования до двух лет и более эффективного контроля над болезнью. Особенно отмечено, что данная комбинация уменьшает болевой синдром. Следовательно, избавляет от мучения. Но в тот момент доступного клинического исследования и доступа к расширенному доступу не было. Эта пациентка получила анастрозол антиэстрогенов, за что, в принципе, проголосовало большинство аудитории, присутствующих здесь онкологов. И пациентке был назначен анастрозол 1 мг в сутки и в комбинацию с мостюмодифицирующими агентами. А если мы назначаем залидронную кислоту, обязательно назначаются препараты кальция 1200-1400 мг с витамином D, поскольку бифосфонаты только тогда будут работать, когда достаточно кальция, чтобы взаимодействовать с матриксом костной ткани. Но, тем не менее, эффект длился. Через 10 месяцев после начала первой линии гормонотерапии отмечается дальнейшее прогрессирование. Прошло более 6 месяцев от начала лечения, следовательно, здесь нет резистентности гормонотерапии, и мы могли бы продолжить гормонотерапию. Но в данном случае мнение присутствующих здесь врачей, что наиболее допустимо при отсутствии висцерального криза назначат пациентки А – это химиотерапия, Б – это гормонотерапия. Или же 1 – это химиотерапия, 2 – это гормонотерапия. Опять-таки, большинство проголосовало за гормонотерапию. Действительно, очень важно сохранять качество жизни, поскольку химиотерапия у этой пациентки все равно рано или поздно будет. И мы сможем контролировать с помощью химиотерапии, как эффект скорой помощи, те симптомы, которые нуждаются в контроле. И вот, опять-таки, идеальная ситуация, учитывая то, что у нас есть зарегистрировано в Российской Федерации, в том числе ПАЛБЦИКЛИП, но мы рассматриваем все возможные опции. А – это фулвистрант, или же, соответственно, 1 – Б – это амоксифен, 2 – 3 – С – литрозол, 4 – Д – это экзамистан, 5 – Е – это комбинация экзамистана с веролимусом, и Ф – это фулвистрант с ПАЛБЦИКЛИПом. Так, я запускаю голосование. 10 секунд длятся очень быстро. И на основании проведенного сегодняшнего обсуждения выступали блестящие докладчики. Конкретно для данной пациентки назначение комбинации фулвистранта с ПАЛБЦИКЛИПом, более 60% аудитории проголосовало именно за эту опцию, привело бы к эффективному контролю симптомов заболевания, а самое главное – увеличило бы выживаемость во второй линии. Потому что каждый месяц дополнительной жизни, эффективной жизни значимо сказывается для каждой пациентки. Это подтверждается доказательной базой во второй линии, и опять-таки это все присутствует рекомендация ХРОМ. И в исследовании ПАЛОМА-3 четко показалось, что пациентка получает дополнительные полгода качественной жизни. И самое главное, чтобы снимается значимо болевой синдром, ухудшающий качество жизни. Я благодарю за внимание. Спасибо, Владимир Федорович. Спасибо. Да, уважаемые коллеги, позвольте подвести итоги. Ну, тема, конечно, важна уже потому, что 70% больных ракомолочной железы формально гормонозависимы. У них высокая экспрессия рецептов стероидных гормонов, это так называемые люминальные опухоли, относительно медленно как бы развивающиеся, протекающие клинически благоприятно. Но, как вот было показано во всех докладах, прекрасные доклады у всех были сделаны, что и среди этих пациентов встречаются очень агрессивные опухоли, особенно так называемые люминальные Б-тип, который как бы делится на два типа, люминальные Б с экспрессией ХР-2. То есть коэкспрессии и рецепторов стероидных гормонов, и вот этого ХР-2. В следующую среду как раз будет большая конференция, посвященная пациентам с экспрессией ХР-2 и современным методам терапии. Ну, вот, возвращаясь к сегодняшнему, конечно, подавляющее большинство нуждается в адеватной терапии, что и выполняется от 5 лет и больше. Но проблема заключается в том, что мы не знаем, назначая девианты лечения, кто из них действительно чувствителен длительной гормонотерапией. Потому что мы ориентируемся только на один признак – экспрессии рецепции ароидных гормонов. Высокий 8 баллов рецепторы эстрогенов, больше 20% рецепторы прогестерона, низкая степень злокачественности, там КИ-67 меньше 20, ну, клюминальная А. Но на самом деле 40% этих пациентов получают неэффективное лечение. И вот задача, это хороший доклад Евгения Наумовича Медитова, поиска вот этих маркеров резистентности гормонотерапии. Вот мутация, ясно, что это мутация SR1 является признаком резистентности гормонотерапии. Точное определение в ходе лечения никаких метастазов нет. Невозможно определить метастаз, понятно, можно взять из метастазов. Но это формально ранние стадии, но уже потерявшие чувствительность гормонотерапии. То есть только плазма крови. Если будет стандартизованный критерий, то, конечно, у всех пациентов каждый год надо определять. Что касается больных распространёнными в опухоли, неодевантное и системное лечение, конечно, здесь основной критерий – сама клиника. Если опухоль уменьшается в размере, то понятно, что пациент чувствительен к этому лечению. То есть тут не надо никаких особых маркёров, это понятно. Нам нужны маркёры резистентности и предсказания, на какой препарат лучше всего отвечает пациент. Конечно, когда голосуют, то врачи практически ориентируются на то, что есть в руках. Какие? Ну, тамоксифен, ингибиторы ароматазы, фулвестрант – это то, с чем располагает, скажут и врачи. Поэтому и линии тамоксифен, следующая линия ингибитора ароматазы, молодая женщина плюс золадекс. После менопаузы, конечно, ингибиторы. И исчерпался эффект ингибиторов, перешли на фазлодекс, фульвестрант. И всё. Дальше по официальным рекомендациям. Русско-эверолимус плюс эверолимус. Токсичный препарат. Хотя, конечно, эффективный. Он исследовался в институте. Палбоциклип, ну, его нельзя назвать гормональным. Это какой-то препарат, напоминающий химиотерапию, потому что нейтропения бывает и так дальше. Цена вопроса. Значит, препарат дорогостоящий, поэтому надо очень чётко и точно определить показания к назначению именно сочетания фулвестранта и палбоциклипа. По мере того, как врачи есть решение и разрешение фармакомитета использовать его и как вторая линия лечения, и как первичное лечение. Конечно, было бы идеально посмотреть вот это сочетание, скажем, фулвестранта и палбоциклипа, то есть циклинозависимых кинез в условиях неодевантового лечения. То есть перевода опухоли относительно неоперабельны в операбельный и даже в органосохраняющую хирургию. Но многое будет зависеть от политики, так сказать, фармкомпании, смысла цены препаратов. По мере того, как вот снижались цены там на антихер-2 терапию, на тростозомаб, на все остальные препараты, лопатя не будет тогда же, все чаще и чаще стали врачи назначать эти схемы и в адювантных, и в невадювантных режимах. Я думаю, что будет такая же политика и в отношении гормонозависимых опухолей. Понимая, что это наиболее эффективное на сегодняшний день лечение в таких случаях, и понимая, что другого альтернативного варианта просто пока нет. Ну и, конечно, многое будет зависеть от организации, так сказать, самих пациентов, как бы взгляд пациентов, потому что сейчас придается большое значение именно мнению разъединяющих обществ, существует разное общество объединяющих пациентов, пациентов и врачей, которые тоже должны включаться, вот ориентируясь, конечно, на результаты наших исследований, доказывающих, что такое лечение наиболее эффективно. Ну и самое главное, вот возвращаясь к докладу, то, конечно, лечение запущенных форм и выполнение мастектомии при четвертой стадии – это, конечно, проблема стран, где вообще нет никакого скрининга, типа Индии, Латинской Америки и так дальше. Вынужденная мера. Цель, как бы, основная – избежать местного распада заболевания, изъязвления, кровотечения, отечности, верхней конечности. То есть лечение направлено на качество жизни. Хорошо, если при этом чуть выше там выживаемость, тоже неплохо. Но, во всяком случае, этим заниматься надо. Мы в институте выполняем широко, особенно при метастазах в кости, когда удается вести эти больных и пять и больше лет и на гормонотерапии, и на бисфосфонатах в комбинации и так дальше. Ну, а в целом, всем хочется пожелать, поблагодарить, во-первых, за участие в нашей конференции, пожелать успехов, дело наше общее. И мы приглашаем на следующую конференцию ровно через неделю в этом же зале, ну и потом на конференцию «Белая ночь» в июне, 23-25 июня в нашем институте. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ